МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зухра Шакировна родилась и выросла в ауле Карамурзинском. Помнит, как еще маленькой девочкой ее водили в старый фельдшерский пункт. Сейчас здание возрастом больше, чем в полвека, пришло в негодность. Дверь обшарпана, стены в трещинах, окна дышат на ладан. Объект закрыли пару лет назад. За медицинской помощью приходилось ездить в райцентр. Но недавно пришла хорошая новость. В ауле начали возводить новую амбулаторию. Спасибо всем, кто хлопотал за наш аул, что нам открыли такую амбулаторию. Ну, надеюсь, там будут и все принадлежности, которые нужны для аула. Элементарная, чтобы сделать ИКГ. Там был, чтобы врач посмотрел нас. Строительство идет по новой технологии. Это модульное здание. Чтобы возвести конструкцию, достаточно соединить друг с другом несколько готовых блок-контейнеров. Монтаж после доставки непосредственных модулей может занимать от трех до пяти дней. А здесь сколько заряда? Здесь около семи дней мы монтировали эту конструкцию. С учетом внутренней отделки, окон, проведения электричества и всего остального. Соединить детали сборной конструкции – это только половина дела. Теперь нужно оснастить новый ФАП медицинскими приборами и проложить коммуникации. Работы много, но строители стараются. Им приходится в буквальном смысле рыть землю. Но они обещают управиться до конца октября. Объект возводят в рамках нацпроекта здравоохранения. На строительство из федерального бюджета выделено больше пяти с половиной миллионов рублей. Поручения президента Владимира Путина – сделать услуги врачей доступными для каждого. В Ставропольском крае выполняют с помощью региональной губернаторской программы развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Это первичное звено здравоохранения. Здесь людям оказывают первую медико-санитарную помощь. Также на базе этого фельдшко-акушерского пункта беременные женщины осматриваются акушеркой. Проводится вакцинация, проводится диспансеризация местного населения, что, как мы знаем, имеет большое значение в рамках здравоохранения на сегодняшний день. Ожидается, что осенью с окончанием работ фельдшерский пункт получит лицензию и начнет принимать пациентов. Этого события с нетерпением ждут примерно 600 жителей аула Карамурзинского. Леонид Нечапуренко, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Баскетбол 3х3 считается одним из самых доступных для населения видом спорта. Поэтому оранжевый мяч от Всероссийской Федерации Баскетбола вот уже на протяжении более 10 лет каждый год ждут сотни ребят. В наших городских соревнованиях принимают учащиеся в школах, вузах, рабочие предприятия. В общем, все желающие, которые хотели принять. Естественно, здесь отрабатываются навыки баскетбола, совершенствуется игра в баскетбол. Так что это очень полезное мероприятие, которое необходимо каждому спортсмену. Правила определены у нас Международная федерация баскетбола ФИБО. По этим правилам мы и проводим все соревнования официальные. Ежегодно у нас прибавляется количество участников и на этом турнире, и другие у нас есть ежегодные турниры, которые мы проводим. Это касается баскетбола 3х3. То же самое касается баскетбола. 200 школьников, 45 команд и 3 возрастные группы. В уличном баскетболе не меньше азарта и серьезного отношения к игре. Страсти кипят, нешуточные. Даниил, несмотря на травму ноги, оставшуюся с прошлого соревнования, оранжевый мяч решил не пропускать. В оранжевом мяче участвую, наверное, раз в четвертый уже, а баскетом занимаюсь тоже 4 года. Баскетбол – это такой вид спорта, он уникальный сам по себе. Как и везде есть спады и падения, но большинство людей, которые уже добивались какой-то успеха и победы, они очень сильно мотивируют. От каждой школы может быть и по одному игроку, которые здесь уже собираются в команды. Но также есть и сплоченные, практически профессиональные, как из 13-й Нальчикской гимназии. Мы все занимаемся уже около 5-го года и также пришли все в одно время. И сколько я помню, на всю мою веку, на протяжении 5 лет, мы всегда были плечо о плечо, нога о ногу, травма о травму. За игроков болеют тренеры, товарищи по команде, друзья и родители. По итогу лучших наградили кубками, медалями и дипломами Министерства спорта России. Дарья Воритлова, Амин Сазаев. Новости дня. В Красногвардейском районе уборка пшеницы завершилась, но на подходе другая. Наступает черед пропашных культур. Обыватель, вроде меня, увидев вот эту ярко-оранжевую кукурузу, скажет, что этот плод поспел и пора его убирать. Но вот что думает по этому поводу специалист? Это Даниил Звягинцев. Пусть вас не смущает его юный возраст. Молодой не значит неопытный. Уже перспективный работник отдела растениеводства. И его забота мониторить состояние посевов, проверять, чтобы будущий урожай не болел. А еще он точно нам скажет, когда кукурузе пора в комбайн. Сейчас проверили влажность культуры. На данный момент влажность составляет 31%. И до уборки еще минимум недели две. Даниил учился в аграрном вузе в Ставрополь. Участвовал в стипендиальной программе агрохолдинга «Энергомера». Ему пророчили головокружительную карьеру в городе. Но внезапно поступило предложение переехать в село. Там как раз требовался человек с его навыками. И парень сделал выбор, который полностью перевернул его жизнь. Больше перспектив. Здесь больше... Ты большему научишься на производстве. И здесь очень хорошие наставники всегда помогут, всегда расскажут, всегда подскажут. Для молодого специалиста это самое то. А полем по соседству работает другой специалист. Ульяна с прибором-влагомером в руках мониторит посевы подсолнечника. Это очень важная операция в сельском хозяйстве. Так молодой агроном определяет, спелая ли культура и равномерно ли она развивается. С помощью этого мониторинга можно оценить и отследить качество и эффективность всех проведенных мероприятий. Начиная от сева и заканчивая уходными. Жизнь в селе и, казалось бы, не женская профессия не смогли отпугнуть Ульяну. Вышло иначе. Одни удобства и плюсы. Разве что платье теперь реже надевает. Предприятие довольно развито. В нем внедряют инновационные технологии. Помогают молодым специалистам встать на ноги, реализовать себя в профессии. Здесь планируется построить дом для молодых специалистов, для приезжих из городов, чтобы мы здесь могли остаться в селе и не жалеть о своем выборе. Пока одни специалисты переживают за состояние посевов, других заботят состояние техники. Этим комбайном меньше, чем через две недели выходить в поля. Чтобы потом не было никаких сбоев, сейчас надо все машины проверить. Если надо, отремонтировать. В этом деле участвует и Константин. Вчерашний студент, уже сегодня подающий надежды механик. Во время обучения в университете я проходил тестирование на отбор студентов для стипендиальной программы от агрохолдинга «Энергомера». И я попал в ряды людей, которые прошли туда. После окончания стипендии, стипендиальной программы, мне предложили работу в сельской местности, на предприятиях агрохолдинга. И я согласился. Молодежь смело перебирается из шумных городов туда, где они очень нужны и где их очень ждут. Все благодаря тому, что здесь для них предлагают условия, каких нет нигде. Хочешь жилье? Будет. Интересная работа? Пожалуйста. Достойная оплата? Обязательно. На предприятии активно внедряется политика по работе с молодыми специалистами. Мы активно отслеживаем адаптацию специалистов, активно работаем с институтами, для того, чтобы к нам каждый год приходили специалисты востребованных профессий, особенно технологических, такие как агрономы, инженеры, работники диспетчерской службы. Все, что требуется от потенциальных работников, это желание и энтузиазм. И тогда у них появится возможность построить стремительную карьеру из вчерашних студентов, превратившись в успешных специалистов.